Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина и снимаю вторую часть о бюджетных покупках. Ну, скорее всего, даже почти бюджетная покупка, в общем, она будет не очень дешевая. В общем, начнем. Так, первое, что я хочу вам показать, это вот такое вот я купила средство от Organic Shop. Это у нас соль для ванны с пеной, органическое масло какао. Я думаю, многие уже знают, девчонки, вот так вот выглядит. Как видите, я уже почти закончила его. Аромат очень приятный. Тут написано, что с пеной, да, действительно, первая, наверное, минута эта пена есть, но потом она улетучивается, как будто бы ее никогда и не было. Средство неплохое, но по мне так, эта вся соль, она была в сло какой-то, потому что запах не остается. После принятия ванны с этой солью я мажусь другими средствами, что этот запах перебивает просто. Вот, ну, не знаю, там написано насчет увлажнения какого-то, я ничего не заметила, 250 мл. Плюс тут написано в инструкции, что надо использовать 3 столовые ложки. И если так использовать, то этого средства, наверное, всего лишь на 2 раза хватит. Короче, не экономичное, а уже лучше покупать какими-то такими большими пачками. Вот, ну так чисто побаловаться можно. Вот, следующее, что я хочу вам показать, это 2 средства для настенки. Это вот таких вот, как они называются, девчонки, что-то я совсем туплю. Little Siberica, это детская серия от Natura Siberica. Мне очень понравилась надпись, это победитель лучшей детской натуральной косметики, выставка London 2013. Тут без SLS, парабенов и так далее, то есть все натуральное. Это у нас пена для купания перед сном, а это у нас без слез шампунька. А что могу сказать, пена действительно очень классная, мне пена понравилась больше, чем даже Johnson's Baby. В общем, пенка мне действительно понравилась, но, наверное, есть маленький минус, то, что тут 250 мл, и ее, наверное, уже вот столько. Либо мы часто с Настей Ванну принимаем, либо она, ну, не очень получается как экономичная, да. Вот, следующее средство, это вот этот шампунь. Шампунь классный, могу сказать, что у него такой специфический запах, такой прям какой-то травяной. Возможно, не всем понравится, вот, но при том, что тут без SLS, он отлично пенится. Пена такая достаточно хорошая, вот, хорошо промывает волосы, в общем, средство мне это понравилось. Вот, обязательно куплю еще, жалко, что не везде она продается. Вот, так, что еще вам показать? Покажу я вам вот такое вот средство, я купила от Le Petit Marseilles, вот так вот выглядит. Огромная такая банка. Тут у нас 300 мл. Девчонки, там так приятно пахнет. Знаете, пахнет вот такими вот леденцами, которые вот раньше в нашем детстве были в таких железных банках. В общем, там вот эти леденцы, вот запах вот один в один точно. Мне он сразу напомнил. Маска очень густая. По поводу масочки, в принципе, она неплохая. После нее у меня хорошо расчесываются волосы, ничего не могу сказать. Но есть такой очень странный, не знаю, минус или это просто совпадение. В общем, после применения этой маски у меня волосы очень сильно магнитятся. То есть я расчесываю, у меня прямо вот волосы вот так вот дымом встают. И вот именно от этой маски. Я не могу понять, по какой причине, что там в составе находится. Вот, кстати, тут написано, не содержит парабенов. Не знаю, что-то такое. Но вот так, в принципе, она неплохая. У нас елочка стоит. Мы с носенкой ее вчера наряжали. Так что, надеюсь, вам понравится мой новый фон и как-то навеет вам новогоднее настроение. В общем, следующее я купила от средства... Ой, от средства от фирмы «Натура Сиберика». Тоже вот такой вот большой бутыль. Это у нас питательное крем-мыло. Покупаю уже не первый раз. Удобный дозатор. Отличное мыло. Хорошо моет руки. Моему мужу очень нравится. Я, кстати, его для него купила. Я, не знаю, как-то по старинке. Люблю обычное твердое мыло. Уже не знаю, почему. Что и фраше мне не очень нравится. Что бархатные ручки. Что, в принципе, вот это... Ну, не знаю. Как-то я люблю твердое. Вот, Настенка идет к нам в гости. Вот, следующее средство я вам хочу показать. Это вот такая вот масочка от «Прима». Да, нас тут не мешает маме, хорошо? Иди водичку попей. И приходи ко мне, хорошо? Угу. Направила, Настю, пить водичку. Выграйте немножко времени. Айди! Да, Айди и Дипей. Такая вот масочка от «Фрима». Кстати, все ссылочки оставлю. Я все это покупала в магазине «Эвисан». Кому интересно, эта маска там стоит всего 150 рублей. То есть даже по сравнению с «Литуалем», где она стоит 300, ну, с карточкой даже, по-моему, бриллиантовой, она стоит 200 рублей. То есть и то дешевле в «Эвисане» покупать. Маска мне очень понравилась. Она у нас с авокадо. И авокадо и овсяная мука. 150 миллилитров, такая очень приятная маска в нанесении. Наверное, минут 15 я с ней хожу. Хорошо так оно очищает мою кожу. Приятно ей пользоваться. Я могу ее посоветовать. Так. Вот. Что вам еще показать, девчонки? Так. Купила я себе средство для кожи вокруг глаз. У меня закончился мой крем для век. Это вот такой вот от «Байкал Херрис». Вот так вот выглядит эта баночка. Тут 15 миллилитров, в принципе, как и стандартно во всех кремах для глаз. Так, Настенка, это трогать нельзя. Солнышко, она мне сейчас тут мешает. Мам, отдай! Нет, не отдам. Мам, ушел, вот отдай! Вот так вот выглядит очень удобная помпа. Вот так вот. Сам крем, он такой вот легкий, с приятным ароматом, быстро впитывается. То есть кремик мне понравился. Что большой плюс также, это, конечно, помпа, потому что не нужно пальчиками никуда залазить. Хороший крем, никаких аллергий, ничего. Очень понравился. Следующий. Купила себе вот такую вот красочку от «Лореаль». Муссовая, стойкая краска. Мусс, в общем, очень светлый блондин. Ни разу не пробовала. Думаю, не знаю, на следующей неделе поеду к маме в гости, она меня покрасит. Посмотрим на результат. Вот. Если кто-то пользовался, напишите мне, как она красит. Так, и также купила вот такую вот пасту от «Сплат» от «Беливание плюс». У меня есть паста, тоже такая же, только немного другая серия, в общем, какая-то. И тоже там что-то написано, лёгкое вот от «Беливание», но она мне ничего не отбелила. Вот решила попробовать эту. Вообще, я слабо верю во всякие такие вот от «Беливания», но всё время стараюсь покупать с таким эффектом. Вдруг когда-то мне и повезёт, и портит, и что-то мне отбелит, потому что отбеливание я делать не хочу. У меня зубы свои все хорошие. Я никогда в жизни не лечила зубы, не была у зубного. И когда я перед свадьбой хотела отбелить, сказала, что нет, ни в коем случае отбеливать нельзя, потому что это в любом случае повредит ваши зубы. Вот, поэтому у меня зубы от природы сами все не белые, а даже немного с желтизной. Здоровье, конечно, важнее, девчонки, поэтому я не отбеливаю, но вот стараюсь вот такими пастами хоть что-то там попробовать сделать. Так, покажу вам вот такой вот лак. Это у нас от «Салли Хэнсон». Смотрите, как красиво переливается. Некоторые девочки заметили в моём видео о хранении и организации косметики, что у меня такое блестит. Это как раз этот лак от «Салли Хэнсон». Смотрите, как переливается. Сейчас вам покажу поближе. Фокус, фокус. Так, девчонки, не хочет. Вот так вот. Это у нас 440-й оттенок. И на ромашечке выглядит вот так. Безумно красивый лак, как покрытие. Просто супер, мне оно понравилось. Что-то я не в фокусе. Это фокус. Вот, наконец-то он у меня сработал. В общем, средство мне понравилось. Покрытие классное, красивое. Возможно, я даже на Новый год себе его нанесу. Кушать не хочешь? Сейчас мама снимет видео и пойдёт тебя накормить, хорошо? Пока. Вот, девчонки. И ещё хочу вам показать вот такой вот лак от «Пупа». Это магнитный. Я раньше никогда не покупала магнитные лаки. И вот вдруг что-то мне захотелось. Тем более, стоил он очень дёшево, 100 рублей. Я решила попробовать. К сожалению, я ему ещё не воспользовалась. Если честно, я про него забыла. Я его положила на стол куда-то-куда-то между коробочками. И я забыла о его существовании. В общем, тут вот такие вот две насадочки, два магнитика. Как я поняла, надо будет пальчик вот так вставлять. Или наоборот, вот так вот. Что-то я совсем тупая. И сам лак выглядит вот так вот. Такой вот маленький. Не знаю, это, наверное, 5 мл, как у Ифраше, наверное, по объёму. У меня сегодня фокус не хочет работать. О, наконец-то. Да, 5 мл. Вот такой вот цвет, в принципе. Даже могу сказать, что это не совсем мой. Но всё же попробуем. Вот, если что, потом напишу вам комментарии по поводу этого лака. Вот, в принципе, девчонки, из покупок это всё. И последнее я хочу вам показать. Это вот эту палеточку от Sephora. Я покупала её в Ильдеботе. Уже показывала в своём влоге. Ой, что, девочки, я могу сказать? Оно мне... Оно. Она, палетка, мне безумно понравилась. Она просто шикарная. Да, тут есть шиммерные оттенки с такими прям блёстками. Скорее всего, на день это не пойдёт. Но я как-то себя балую иногда днём такими оттенками. Сейчас я быстренько вам сделаю сводчики. Сейчас поближе вам сделаю. Какая красота. Вот. Так, что ещё вам показать? Вот это мне тоже нравится. Такой вот серенький. Вот так вот он выглядит. В общем, как видите, пигментация отличная. Я могу сказать, что стоит она 500 рублей. Девчонки, я вам могу его посоветовать. Бегите в Ильдеботе, покупайте. Я думаю, не пожалеете. Возможно, кому не нравится вот именно тени с блёстками, вам, наверное, эта палеточка не подойдёт. Но те, кто любит, как я, вот именно такой блестящий макияж, то почему бы и нет, я советую вам её купить. Вот, в принципе, девчонки, это и все были мои такие покупки. Спасибо всем за внимание. А видео получилось такое немного неподготовленное, да, в принципе, как всегда, наверное. Но, надеюсь, вы меня поймёте простить, иначе я точно никогда не сниму это видео. Спасибо всем за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok